Короче, ребята, мы тут рядом обнаружили ферму, рядом с нашим городным домом, с нашей дачей. Ферма, Андрей Васильевич тут выращивает, значит, у него коровы, куры, козочки. И, посмотрите, парное молоко, 3 литра, вот так прям теплое, из-под коровы. Сейчас будет пить у меня ребенок. Яички настоящие, из-под курочки. Короче, целая вообще красота. Пойдем с лошадкой знакомиться. Лошадь, чемпион мира, конь, чемпион Европы. Какой-то прям вообще тут. Смотри, какой красавец вороной. Вот тут все. Мы свои, и свои. Нас не трогайте, ребят, все нормально. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром. А на сердце опять горячо, горячо. И опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять... Итак, у нас ответственный момент. Ребенок первый раз в жизни пьет парное молоко. Загадывай желание. Да, я. Пей, пробуй. Это вот прямо из-под коровки. Вкусно? Очень. Да, я тоже попробую. Субтитры делал DimaTorzok так любители stories дорогие мои хорошие я второй день сегодня на даче отдыхаем и есть второй день за наполеоном наполеон это значит мой гриль познакомьтесь это мой друг я уже его чистил три раза настолько все приготовили и я вот так вот прекрасно провожу провожу пятницу но уже завтра 6 утра надо быть во внуково в аэропорту я лечу ульяновск так что ульянов до встречи у меня такой полный чит милу от всего а завтра вернусь так любители stories доброе утро 4 40 утра я выехал но мы голодны пустой бак улице и мне нужно кофе и все энергетики нет энергетики нужно только кофе только кофе нужен потому что кофе мужской уроки что не знал все это все stories 4 40 утра который вас сможет настигнуть все я еду прихожу себя и вылетаю в ульяновск очень неинтересно что же это за город такой прекрасный гражданское училище летчиков сквозна и что же там будет за дрифт а 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 Слушайте, любители сториз, я тут с вами хочу поделиться мыслью. Я придумал шутку, но это шутка, она как шутка, это видос, шутка-видос. Сейчас я в аэропорту нахожусь, жду свой фрес грейпфрутовый. И блинчики. Я придумал шутку, следующая сториз. Когда я забыл очки, короче, в тачке, возвращался, и выхожу из аэропорта на парковку, естественно, у меня напала толпа таксистов, такси-такси-недорого-такси, такси-недорого-такси. Их много, и вот что я подумал, если выйти из аэропорта и начать к ним подходить, и предлагать такси, типа такси-такси-недорого-такси, а они такие, типа, чё, ты чё офигел? Они же все такие горячие, кавказские ребята в основном. А ты так берешь, типа, а там диск, DVD-диск с фильмом Люка Бессона-такси. И ты, типа, им такси-недорого, и они... Короче, я агрессивный маркетинг решил применить. Как думаете, это будет смешно или мне набьют рожу? Мне кажется, смешно. Вот прикинь, таксисту подходишь, и говоришь, такси-недорого-такси, такси-недорого. Мне кажется, смешно. Субтитры создавал DimaTorzok